Когда начинается работа с животом, можно контролировать этот ход, процесс оздоровления человека с помощью того, как меняется лицо. Ну, конечно, не меняется цвет глаз, не меняется, хотя цвет волос иногда меняется, потому что есть люди и посидевшие. Если нормализуется обмен меди в организме, а обмен меди связан с нашей печенкой, то волосы часто темнеют. А бывает так, что рыжие становятся серыми. А почему? Тут появляется новое видение, что вот эти все пигменты, все веснушки рыжие – это грибковые проблемы. И если мы побеждаем эти грибы, то человек осветляется, и веснушки-то исчезают. Но в любом случае, в основе любой патологии лежит нарушение микроциркуляции и кровообращения. А теперь мне нужен один специалист, вернее, не специалист, а испытуемый, на котором будем показывать, объяснять. Первое, что мы обычно смотрим – какие-то на лице родинки, отпечатки или веснушки, или какие-то аномалии на лице. Ведь часто аномалии бывают и врожденные, и приобретенные. И вот здесь, конечно, существует нами разработанная схема еще в 90-х годах, когда по лицу можно было многое рассказать, по языку многое рассказать, по рукам рассказать, по пульсу рассказать. Но это уже как бы высший пилотаж. Ведь все начинают с самого простого. И от простого идет к сложному, как в любом обучении. Ведь мы математику с вами начинаем изучать с каких-то азов, а не сразу с высшей математики. Ну вот, и здесь, если Юлию рассматривать, то первое, что нужно обратить внимание – как выглядят глаза. И вот, Юля, закройте глазки. И вот здесь, на глазу, мы видим одну интересную особенность. Особенность – красный сосудистый рисуночек. Этот рисуночек чаще всего говорит о том, что нужно обратить внимание у Юли на аорту. Покажите мне язык. Расслабьте его. И вот мы на языке видим отпечатки зубов. Это как один из признаков того, что человек в стрессовой ситуации. Этот стресс не сейчас, а он идет уже длительно-длительно. Ну вот. И чаще всего проблемы с этой же аортой, они начинаются с чего? Начинаются с того, что аорта становится… Вот представьте, мне так, наверное, удобнее рассказывать. Спортсмена вставят перед стартом. На старт, внимание, выстрел. Все рванули. Второй выстрел. Фальшстарт. Опять встали на старт, внимание, выстрел. И опять фальшстарт. А уже на четвертый или пятый выстрел, а никто не бежит. А почему? Адреналин, который выбросился, он уже сыграл в обратную сторону. Если сначала адреналин – гормон мобилизации, то когда его избыточное количество начинает гормоном тормоза? И начинается депрессия. Но своеобразная депрессия. Депрессия сосудистого характера. То есть что происходит с сосудами? Когда мы с вами в стрессе неделю, вторую, и если приходит такой пациент на прием, начинаешь полтыхать живот, а там плещется вода. А что это за вода? А это жидкость, которая просочилась в результате депрессии сосудистой. То есть, представьте, сосуды во время депрессии расслабляются настолько, что через сосуд начинает протекать плазма крови. И вот эта плазма, во-первых, она начинает склеивать кишки. Во-вторых, конечно, организм чувствует, что здесь утекает куда-то из крови составляющая, поднимает холестерин, и этим холестерин начинает затыкать дырки. И в результате сначала забиваются мелкие сосуды, потом покрупнее. И вот аорта изнутри начинает покрываться холестерином. А начинает покрываться холестерином, возникает проблема подвздошных артерий. Они тоже покрываются холестерином. А ведь от подвздошных артерий питаются органы малого таза, от подвздошных областей питается тазобедренный сустав, ягодица. Ну и, естественно, нижние конечности тут никуда не денешь. А еще у женщин начинаются проблемы с чем? С маткой. И если это в возрасте, скажем так, после 50, а после 50 люди по-другому воспринимают информацию, у них больше и больше стрессов. И они уже к стрессам нетренируемые. Это молодежь пока тренируемая. А мы, чем старше становимся, этой тренировки становятся меньше, меньше, меньше. И тогда наблюдаем развитие ишемии брюшной части аорты, подвздошных областей. И вот здесь как раз кровь перестает кровоснабжать, если это женщина, матку. Начинается истончение, ведь матка — это мышечный орган. И если в этом органе не хватает крови, что с ней происходит? Она начинает истончаться. А ведь стрессы бывают не только у тех, у кого за 50. Но сейчас мы сталкиваемся с тем, у кого за 30. И в 30 лет женщина не может родить. Только по одной причине. Холестерин забил аорту, подвздошные артерии, и вместе с этими артериями, артерии, которые обеспечивают матку кровью. И поэтому часто начинается ЭКО. То есть женщина забеременела, выкидыш. Забеременела, выкидыш. А почему? В матке не хватает крови. И вот оказывается, с помощью непосредственно вот таких вот манипуляций можно это все открыть. То есть понимая, что холестерин не от того, что едят много сала или жира. Ничего подобного. Даже холестерин-то он нужен. И сало нужно, и жир нужно. А для чего? А для того, чтобы наши мозги лучше работали. Потому что у нас мозг, это в первую очередь жир. Клетка, это тоже жировая прослойка. Если в клетке не хватает жира, то тогда проникают вирусы. И ведь туберкулез победили как? Начали всех кормить сливочным маслом. И таким образом распространение туберкулеза прекратилось. А дальше началось, опять же, кормление. Обратите внимание, как лечит туберкулез. Разным жиром. Барсучий жир, да? Курдючный жир. Бараний нутряной жир. Потому что он легко всасывается в клетку. А если клетка испытывает дефицит, она его легко принимает. И поэтому, конечно, когда народ начинает ограничивать... Коллеги, не обижайтесь. Потому что я говорю, как оно есть. Потому что я каждый день вижу на столе огромное количество народа. Через меня поток проходит. Я рассказываю то, что я вижу. Каждый день наблюдаю. И поэтому, конечно, здесь нужно быть внимательным. И не только растительные масла должны входить в рацион питания. Но обязательно и животный жир. Не замерзаешь? Ничего? Нормально? Ну, мы продолжаем наш разговор. И вот первое или второе... Давайте посмотрим на шею. Нет ли здесь на шее напряжения? И вот просматриваем. Видите напряжение? И вот это напряжение на шее, сколько бы мы его не разминали, оно опять будет возвращаться. А почему? Дело в том, что здесь проблема левой почки. И левая почка, она имеет интересное... Вообще, каждая почка, если взять восточную рефлексотерапию, она выполняет 16 функций. И вот только левая почка, если перечислять, за что она отвечает, она регулирует заряды эритроцитов. И если функция снижается, кровь начинает сгущаться. Эритроцита начинает слепаться. Она руководит кальциевым обменом. И поэтому, сколько бы вы, если она нарушается, сколько бы вы не съели кальция, он весь в мышцах остается, весь в тканях, в кровь он не попадает. Он не выполняет свою функцию. И поэтому те рассказы про, скажем, кальций, ешьте больше творожка и будете здоровы, это ошибочная ситуация. Чем больше творог, больше падения кальция. И, конечно, левая почка управляет и сердцем. А почему? Да потому что то напряжение, которое здесь создается, а вот в этой части находится так называемый каротидный синусовый узел, который под воздействием этого напряжения, каротидный синусовый узел это пучок нервных тканей, который выходит с шейного отдела. И теперь представьте, мышца напрягла, она передавила этот пучок, за счет чего? За счет напряжения. А импульсы, оказывается, по нервному волокну, идут по оболочке. И если оболочка передавливается, то у нас сердце начинает страдать. И если здесь возникает проблема, то это проблема, в первую очередь, в сердце. А почка-то здесь при чем? А почка создала вот это напряжение. И тут же начинает страдать еще и щитовидная железа, потому что напряжение идет по всей шее. И вот вам проблема щитовидки. То узлы, то гиперплазии, то гипоплазии. Все равно. Все зависит от того, какой участок плохо кровоснабжаемый. А эндокринологи, они же не смотрят. Не смотрят кровоснабжение, они смотрят только уровень гормонов. Если много гормонов, вот тебе таблетка, чтобы было меньше. Мало гормонов, вот тебе таблетка, которая поднимет эти гормоны. А кровообращение? Кто же будет заниматься этим? И вот получается, что шея нам обеспечивает кровоснабжение. Во-первых, мы с вами начинаем терять зубы. Ведь ни один стоматолог вам не рассказывает о том, что если улучшить кровоснабжение челюсти нижней, то зубы-то перестают страдать. Что верхние, что нижние. И виновата опять же в этом явлении частично шея. А куда деваться? И поэтому, если зная это, ребенку своему помогать, разминать, не допускать, чтобы на шее были вот такие напряженные ткани, видите, чтобы этого не было, то тогда ребенок по жизни идет с нормальными зубами. С нормальной щитовидной железой, с нормальным обонянием, с нормальным зрением, с нормальным слухом. Память ассоциативная. Верхушка легкого. У женщин молочная железа. Немые пальцы на руке. Это все шея. И в то же время это все то, что мы называем внутренние органы. Вот вам почка. И если я говорю перечислять, то даже состояние волос, волосяного покрова, ведь в криминалистике чем отравили, определяет каким образом? По волосам. Выдернули. Исследуют. Делают спектральный анализ. И получается, что когда у нас в крови накапливается большое количество токсинов, то волосы начинают выпадать. Теперь обращаем внимание на то, что буферная система, за которую отвечает левая почка, а это как раз буферное поддержание определенного состояния крови, заряда эритроцитов, она связана, знаете, с чем? С плазмой крови, в которой растворена сода. И если заряд этой соды или количество этой соды в плазме начинает уменьшаться по разным причинам, в данном случае регуляторную функцию вот левая почка выполняет, то что происходит? Кровь становится густой. И чем бы мы ее не разжижали, разжижили, часа на два, на полтора хватило, а потом снова она загустела. И вот на этом фоне возникает еще дополнительное напряжение в области сердца, потому что перекачивать густую кровь сердцу тяжелее. И кроме всего прочего, если мы с вами возьмем поджелудочную железу, то человек начинает страдать поджелудочной железой. Почему? Очень много густой агрегатированной крови. А ведь в области поджелудочной огромное количество мелких сосудов. И вот эти мелкие сосуды начинают закрываться этой густой кровью, нарушается кровоснабжение, и вот вам появляются первые признаки нарушения функции поджелудочной. Появляется изнутри на губе красная полоса. И поэтому, когда приходит пациент, мы начинаем разговаривать, определяем во время разговора, а нет ли этой красной полосы изнутри. И если она присутствует, то мы уже предполагаем, что там может быть такое-то, такое-то. Но у Юли, благо дело, что нет этого еще. Молодец. Ну вот. И в то же время мы все многие, и вы, наверное, знаете, что у родителей, у друзей, у родственников часто появляются камни в желчном пузыре. Так вот, камни в желчном пузыре, как ни странно, они появляются всегда, чаще всего. Ну, может быть, там процентов 10, по другой причине. А в основном это регуляторная функция левой почки. Когда нарушается эта регуляторная функция, то заряды эритроцитов снижаются, и представьте, электролитные свойства желчи тоже меняются, и тогда из желчи начинает выпадать осадок, потому что электролит поменялся. И поэтому часто бывает так, что человек пропивает сок черной редьки, или там огуречный сок пьет, или что-то, камни вроде растворились, перестал пить, они опять выросли. И причем достаточно быстро. А какая причина? Почка, которая не обеспечивает зарядом форменные элементы. Вот такая вот интересная особенность. Теперь, просматривая лицо, мы здесь еще наблюдаем еще одну интересную особенность. Юль, на меня еще раз посмотри. Пигменты, пока мы их не трогаем. Хотя, вот на области носа, на коже носа, большое количество этих пигментных пятен. Но эти пигментные пятна появляются, собственно, почему? Да потому что слизистая желудка страдает у Юли. А желудок сам по себе напряженный. А почему напряженный? Да потому что стресс. Вот эти отпечатки зубов, если вы друг у друга посмотрите, то у кого имеется отпечаток зубов, то у того обычно напряженный желудок. Он перестает выполнять свою функцию. Он перестает перемешивать, формировать пищевой комок. И вот с этого момента возникают проблемы со здоровьем. Желудок напряженный, и представьте, а из-под желудка, да, мы знаем, что под желудком находится поджелудочная железа, и напряженный желудок начинает ее поддавливать. Но самое еще интереснее, что из-под желудка выходят две артерии, которые обеспечивают яичники, а у мужчин яички кровью. И поэтому, если спазмированный желудок такой, он передавливает, нарушается кровообращение в области яичников и в области яичников. И у женщин, смотришь, полипозы пошли. И когда 13-летняя девчонка приходит с полипозом или киста, кистоиды яичников, то это в первую очередь говорит о том, что нужно посмотреть ее желудок. А ну-ка покажи рот. Она открыла, а рот весь, язык весь в отпечатках зубов. Вот, это стресс, длительный стресс, который присутствует. То есть, бывает так, что девочка ходит на нелюбимую школу, где ее постоянно обижают, или, предположим, женщина живет с нелюбимым человеком, или мы ходим с вами на ненавистную нам работу, и вот изо дня в день начальник, который терроризирует, и вот это все складывается опять на отпечатки. И коллеги, опять же, чтобы выжить в этой обстановке, нужно расслабить желудок. И если мы посмотрим язвы желудка, которые образуются, они образуются всегда, когда желудок напряженный. Когда он расслабленный, язвы не бывает. И вот для того, чтобы нам убрать вот все эти веснушки на носу, нужно сделать, чтобы желудок был мягонький. То, что я говорил про аорту, если мы с вами найдем, можно вот так чуть-чуть приподнять, ага, и вот так. Она обычно находится с левой стороны, и вот она напряженная, видишь? И вот это напряжение, оно уже нарисовано на глазах. Видишь? И вот плотная, твердая, болезненная ткань. То есть здесь начало проблемы. Но, к счастью, к счастью, вот все, кто у меня проучился, ребята, они знают, как это решить. Понимаете, в медицине это нерешаемая задача. А как решить? Конечно, здесь нужно понимать, что здесь мера ответственности достаточно высокая, потому что, когда изнутри холестерином покрывается аорта, она становится немножко другой. Здесь опасность ее расслоения, опасность формирования аневризмы. и поэтому, конечно, здесь работать с этой аортой должен только специалист, который хотя бы знает хорошо анатомию, который хотя бы прошел подготовку, где объясняешь, рассказываешь, показываешь. Но, коллеги, теперь уже коллеги мои, обратите внимание, вот здесь вот разветвление этой аорты. И вот здесь один сосуд пошел в одну ногу, другой сосуд пошел в другую ногу, и возникает еще одна проблема, первичная. Ведь вся вот эта проблема с аортой, она развивается на фоне стресса. Я уже указал, и по знаку Мерседеса начинается именно с нижней части живота, там, где у нас район разветвления ее, или так называемый район бифуркации. И вот здесь-то, конечно, что происходит? Как бы мы ни тренировались, чем бы мы с вами ни бегали, ни занимались зарядкой, а сустав-то разрушается, тазобедренный сустав. И если мы посмотрим, вот у Юли, Юли, вот здесь вот напряжение, и вот это напряжение, оно говорит о том, что сустав плохо кровоснабжаемый. А плохо кровоснабжаемый только по одной причине. Вот представьте, артерия идет, которая несет кровь в ноги, а от нее здесь, она коротенькая такая, мелкие сосудики, которые обеспечивают кровью тазобедренный сустав. То есть суставную сумку, не сам сустав, а мышечную ткань, которая держит этот сустав. Питание кости тазобедренного сустава осуществляется не за счет костной ткани, не за счет сосудов, а за счет возникновения, скажем, электростатического заряда. и только кровь, которая движется по суставной сумке, она создает этот электростатический заряд. И представьте, мелкие сосуды забиваются, кровь плохо движется, заряд не формируется, и сустав автоматически начинает готов быть к разрушению. Если чуть дать нагрузку, и казалось бы, я бывший мастер спорта, по трем видам я должен голосовать за физкультуру и спорта, я говорю, вы знаете, не надо, пока не надо, до той поры, пока сустав не приведем в порядок, и вот если Юлю чуть-чуть вот так перегнуть, то вот в этой области находится вот эта самая суставная сумка, и вот она, видишь, Юля. И вот это напряжение нужно обязательно убрать, но а как убрать? Потихонечку, потихонечку, разминая без фанатизма эту артерию подвздошную. И как только мы ее начинаем разминать, она обезболивается, движение крови по ней становится лучше, а за счет того, что мы тормошим, то вот те мелкие сосудики, которые несут кровь к тазобедренному суставу, они открываются. А теперь представьте, женщины, у которых бывает одно ЭКО сделали, неудача, второе ЭКО, третье ЭКО. И что же? Начинаем работать с этой артерией, а уже на семинарах мы обучаем ребят или девочек, как проходят эти сосуды, откуда ответвление, на каком участке ткани идет ответвление, которое питает матку. И вот, если взять это ответвление и его тоже потихонечку размять, то холестерин, который нарос на поверхности, он начинает уходить, организм его начинает расходовать, и самое-то интересное, тот холестерин, который присутствует в крови, он начинает приседать. И можно увидеть такую картину. По мере того, как вы работаете с этой аортой, то получается, что вы начинаете подрабатывать, дырок становится меньше, надобность тогда в закупорке этих дырок начинает отсутствовать, и организм холестерина начинает снижать. И в то же время, работая потихонечку, а бывает так, что если работать утром и вечером, то проблему, которую, казалось бы, в медицине можно за неделю разрешить. Но это опять, опять же, должен быть, ребят, специалист. Потому что не специалисты может вызвать аневризмы, может вызвать разрыв этой артерии, тем более, если она покрылась холестерином. Но, по крайней мере, это есть направление. Вам просто нужно встретить такого человека, который прошел у нас подготовку, обучение, чтобы он вам объяснил. Иногда приходит пациент, говорит, Александр Тимофеевич, у меня нет денег, что делать? Я говорю, давай так, я тебе на неделю даю задание. И вот он у меня распишет такое задание, он неделю работает, приходит, ага, плохо сделал, а чего такое, вот здесь не доработал, или молодец, вот тебе не конфетка, а там что-нибудь, вот тебе урюк, награда. Ну и бывает так, что, конечно, к нам приходят и священники, к нам приходят и высокие чины, к нам приходят вообще народ разного порядка. Кто-то говорит, все, Александр Тимофеевич, я ложусь, все, что знаешь, делай, а другой говорит, у меня денег нет, тогда подскажи, и начинаешь подсказывать. Или бывает так, на специализацию приезжают специалисты из других городов, и тогда определяешь, ну, Иван, давай-ка помоги, это твой зачет, если ты поможешь этому человеку, пятерку поставлю. Ну вот, то есть, и вот в данном случае, если Юля обратится в медицину в нашу современную, вот эта ситуация, она неразрешимая. Но, коллеги, очень интересно наблюдать, вот мы приводим ее в порядок, а вот эти вот рисунки на веках, которые вот есть у Юли, вот здесь можно, конечно, бы показать крупным планом и на экране, они начинают уходить. И даже если Юля начнет работать с желудком, разминая его, на носу вот эти все пигментные пятна, они тоже исчезают. Поэтому, и мы иногда фотографируем лицо до процедуры, и после процедуры, ну, и совершенно, как бы, другое лицо. Мы просматриваем шею еще дальше, и где что зажато. Вот в этой области, ага, здесь нарушен отток крови от головы, это нужно обязательно открыть, потому что здесь зрительные бугры, здесь зрение, и в то же время часть нервных волокон, которые нервируют затылок. И представьте, если мы с вами, вот здесь боль на шее, она не от мышц идет. Болят нервные волокна, которые ущемлены. И если вы начинаете разминать, вот если взять Юлию, потихонечку начинаем разминать, и добиваемся того, что боль исчезает. А что исчезает? Это восстанавливается кровообращение. То есть оболочка нерва, отек с нее уходит, и этот нерв начинает управлять сосудом. Это может быть сосуд, который находится в голове, это может быть сосуд, который нервирует зубы, это сосуд, который управляет кровоснабжением нашей руки. Это вот все такое интересное. СОСУД СОСУД